Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оказался в центре громкого скандала. Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации форвардом по сажу интимных фотографий женщины, обвинившие его ранее в изнасиловании. Сам Неймар вину отрицает и говорит, что стал жертвой вымогателей. И в доказательство выложил в сеть свою личную переписку с пострадавшей, в том числе и те пикантные снимки, которые она ему присылала. На снимках скрыто лицо интимной части тела. Но вот что теперь грозит бразильской звезде, разбиралась Елизавета Хромцова. К такому вниманию в межсезонье, пожалуй, не привык даже Неймар. Журналисты ждут от суперзвезды футбола подробностей сексуального скандала. Бразильская полиция открыла дело по заявлению некой жительницы города Сан-Паулу. Она уверяет, что 15 мая футболист изнасиловал ее. Сам спортсмен, который известен своей любовью симулировать, теперь обвиняет в том же свою приятельницу. В своем фейсбуке он заявил, «Девушку знаю более чем хорошо. Мы действительно встречались в парижском отеле, но наша связь случилась по обоюдному согласию, а нынешнее обвинение – банальный шантаж». Случилось ровно противоположное тому, в чем меня обвиняют. Я расстроен, я опубликую нашу беседу. Все наши моменты – это нечто личное, но стоит обнародовать эти доказательства. То, что произошло между нами в тот день – это отношения между мужчиной и женщиной. В четырех стенах такое происходит с любой парой. Из переписки, которую опубликовал игрок-пассажир, уже становится известно, что общались Неймар и его приятельница весьма откровенно. Тот факт, что после обвинения звезда футбола пошел в наступление, теперь может выйти ему боком. По бразильским законам, в случае публикации интимных снимков без разрешения человека, который на них изображен, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы. Агенты-футболисты уверяют, что адвокаты якобы пострадавшей девушки уже попросили внушительную сумму за то, что их клиентка заберет свое заявление. Отец атлета в интервью бразильскому телевидению добавил – ситуация неприятная, но вполне решаемая, ведь у обвинительницы нет доказательств. Мы представим правду в суде, у нас есть доказательства, все под контролем, все документы переданы адвокатам. Мы расстроены, но надо просто успокоиться. Мы защитим Неймара и, дай бог, эта женщина еще заплатит за свои слова. И пока полиция планирует исследовать мобильный телефон самого дорогого атлета мира, журналисты вспоминают похожий случай с другой суперзвездой футбола – Криштиану Роналду. Минувшей осенью ему также через суд пришлось отбиваться от обвинений в изнасиловании, которое якобы случилось на вечеринке в Лас-Вегасе в 2009 году. Дело, в котором упоминалась компенсация в 375 тысяч долларов, так и не привело к аресту футболиста, а шумиха вокруг него быстро затихла. Элизавета Хромцова, Анна Воронина, Вести.